Хафтор Бьернсон 8 раз становился сильнейшим в Исландии, 5 раз в Европе и, наконец, сильнейшим в мире в 2018 году. На тот момент первым исландцем, завоевавшим этот титул со времен легендарного Магнуса Вермагнуссена. Ну и также Хафтор закрепил за собой лидерство на турнире Стронгмена в рамках Арнольд Классик, до чего я, собственно, рассказываю большинству зрителей моего канала прекрасно знают, кто такой Бьернсон. Так вот, буквально на днях победная серия Исландса прервалась. Он официально более не сильнейший человек на планете, по крайней мере, не обладатель этого звания. Как это произошло, как Хафтор принял свое поражение и кто минимум на год станет обладателем титула «Сильнейший человек на планете» – все это мы обсудим в новом выпуске. Ну а партнер этого выпуска – бренд Bombard, вся продукция которого – от протеинового печенья до ореховых паст, низкокалорийных джемов, протеина и различных полезных сладостей – доступны вам по скидке 15% по промокоду, который вы найдете в описании. Выборы, правда, очень большой, каждый найдет подходящие именно для себя и своих целей, ну а ссылку на сайт Bombard и промокод на скидку я оставлю в описании под видео. Турнир «Сильнейший человек на планете» – это элитные состязания. Там только лучшие из лучших, и очевидно, что фаворитом перед началом был Бьернсон. На старте турнира Хафтор излучал уверенность. Очевидно, что он был в форме, но уже после первого соревновательного дня в профиле Исландса появилась следующая информация. Короткое объявление, парни. Вчера вечером я прошел МРТ, а обследование показало, что у меня разрыв подошвенной фасции, травму я получил во время фермерской прогулки и переноса йока. Эта травма очень болезненная, она доставляет мне много дискомфорта, но я все же смогу продолжить на обезболивающих. Так что сделаем это. Спасибо всем за поддержку. Всех люблю. Ну и далее вновь слова Бьернсона. Я пришел на этот турнир с конкретной целью и не собираюсь сдаваться. Обращаюсь ко всем своим приятелям, другим участникам турнира. Надеюсь, вы покажете свой максимум, потому что я все равно намерен показать все, на что способен. Плантарная, она же подошвенная фасция. На эту область приходится весь вес человеческого тела. А в случае с Хафтором это около 200 килограммов только собственного веса. А ведь на соревнованиях приходится просто поднимать, переносить или совершать различные действия с предметами огромной массы. И все это давит на ту самую область, в которой случился разрыв. Стоит ли говорить, что у Тора были большие проблемы, ведь в ходе каждого из оставшихся в рамках турнира движений исландец был вынужден работать не только через боль, но и, как бы он ни храбрелся, все же не на максимум. Потому в итоге он занял третье место, получил бронзу. Не зная ситуации, можно было бы сказать, что это провал, особенно учитывая амбиции уровень исландца. Но с учетом такой травмы он проявил выдержку, характер, силу воли и остался таки в первой тройке, который он не покидал с 2012 года. По завершении турнира Хафтер достойно принял свое третье место. Какая битва! Блестящее выступление моего друга Мартина Лицеса! Поздравляю тебя, брат, с твоей выдающейся победой! Также поздравляю Матеуша Келешковского со вторым занятым местом! Парни сегодня были просто звери! Ну а я же, в свою очередь, очень рад, что уже в восьмой раз финишировал в тройке лучших на турнирах сильнейший человек в мире. Отмечу, что несмотря на различные турниры, в том числе по пауэрлифтингу, постоянные перелеты и съемки, в фильмах в том числе, кстати, не одной «Игрой престолов», а также «Введение бизнеса», Хафтер действительно был готов защищать свой титул. Хотя сразу несколько моих подписчиков после в сообщениях мне отметили, что еще до выступления на подготовке у здоровяка появились проблемы с равновесием. На самом турнире все только ухудшилось и в результате превратилось в травму. И плюс на тренировочных видео порой исландца подводил хват. Так это или нет, мы обсудим после лично с Бьернсоном. Ну а пока, кто что думает о форме Хафтера и о причинах его поражения, делитесь в комментариях. Но это, конечно, еще не все, друзья. С исландцем все более-менее понятно. Ему нужен отдых, возможно, работа над ошибками, и он еще убедительно вернется. Но у некоторых моих подписчиков может возникнуть другой вопрос. А кто новый победитель? Кто такой Мартин Лицис? Новый чемпион родом из Латвии. И хотя вырос он в США с подъемом камня, с основами силовой работы, Мартина познакомил его дед, латышский скульптор Иман Слицис. После нескольких лет обучения тонкостям Стронгмена, Мартин начал свой путь к триумфу в этой дисциплине, а также параллельно выступает в масс-рестлинге. В этом году на турнире в Рамках Арнольд Классик Мартин уже стал вторым, то есть в плане физики и техники он был готов к борьбе за золото, ну а после осечки Хафтера, его травмы, сразу обошел одного из своих главных конкурентов и занял первое место. Личное Мартина не знаю, но он производит впечатление приятного добродушного парня, который ладит со своими конкурентами. С тем же Хафтером они снимали видео в неформальной обстановке. Но и фишка Мартина – это приседание Штайнбурна. И вот тут мы немного углубимся в историю приседа. Сложно поверить, но до начала 20-х годов прошлого века американцы приседали, поднявшись на носках. Стоп! Даже представить сложно, насколько это было неудобно. И понятное дело, что о больших рабочих весах речи не шло, потому и упражнение было не особо популярным. Ситуацию изменил эмигрант из Германии Генри Штайнбурн, который начал тренироваться еще во времена Первой мировой войны, находясь в концентрационном лагере. После Генри победил на чемпионате Германии по поднятию тяжестей и затем эмигрировал в Штаты, где как раз и показал местным, что приседать можно не только на носках, что странно, а на полной стопе. Что так удобнее, что так правильнее и логичнее с точки зрения анатомии, так еще и рабочие веса теперь можно увеличить в разы. Но в те времена еще не применялись стойки, с которых в наши дни совершенно привычно снимать штангу. В те годы штангу сначала оставили вертикально на одну сторону, после посредством весьма специфичной техники брали за нее и буквально перекатывали себе на спину, затем приседали и таким же образом возвращали штангу обратно в вертикальное положение. Так вот, Штайнбурн таким образом присел с весом 247 килограммов и по праву считался чуть ли не сильнейшим человеком своего времени. Хотя при росте 170 сантиметров весил 94 килограмма. Казалось бы, параметры просто крепкого атлета, но какую мощь он в себе таил. Спустя годы появились и стойки, и силовые рамы, и монолифты. Казалось бы, приседай не хочу, но Мартин Лицес обратился к истории и начал практиковать в том числе приседания Штайнбурна. Ранее я уже публиковал запись такого упражнения в исполнении Мартина в сообществе проекта ВКонтакте, и далеко не все оценили увиденное, мол, так и позвоночник можно сломать. Но сам же Лицес, напротив, отметил, он это упражнение использовал как часть физиотерапии в процессе восстановления позвоночника. Такой присед Мартину пришелся по душе, со временем здоровяк добрался до огромных весов, ну и 19 мая он и вовсе побил мировой рекорд. Присел именно таким, изначальным образом, с весом 257 килограммов. Но при этом Лицес обращает внимание подписчиков. Буквальный пример с него брать все же не стоит. Упражнение очень специфичное, сложное и тонкое в плане техники, и потому браться за него с излишним энтузиазмом, нахрапом опасно. Мартин записывал обучающее видео и раскрыл детали такого движения, но опять же, это тот самый случай, когда с рабочими весами точно лучше не спешить. Ну и, кстати, у Лицеса есть свой YouTube-канал, ну и, конечно, Instagram-профиль, и все ссылки я оставлю в описании. Такая вот история, народ. Кто, что хочет узнать больше о Хафтере, или о Мартине, или о ком-то другом из мира Стронгмена, пишите в комментариях. Ну и там же я жду ваши мысли насчет смены лидера в мире Стронгмена, ну и, конечно, о приседаниях Штайнборна. Давно хотел о них вспомнить. Лайк и подписка на канал только приветствуются. Материал для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Спасибо, что смотрели. Всем силы, крепкого позвоночника и мощной спины. Не прощаюсь.